Всем добрый день! Хочу поделиться нашим отчетом после поездки в Иерусалим к нашему Давиду. Нас мальчик, ему 5,5 лет, наш диагноз, к нам ставили аутизм. Наш малыш не говорил, не говорит, еще пока что. Сейчас расскажу. У нас было слабое понимание речи, страдало поведение с проявлениями истерики, агрессии. В общем-то, в принципе, полный набор, такие, как родители знают. Неумение ждать, нетерпеливость, то есть поведение. И много всяких разных нюансов, которые свойственны детям с расстройством аутистического спектра. Значит, мы ездили к Давиду в начале марта и пробыли там 2 недели. Ну, хочу я вам сразу сказать, поездка очень приятная, ну, похожая даже больше не на лечение, а на такой вот некий, ну, как бы отдых, курорт. Значит, начнем с перелета в аэропорту. Уже ребенок вел себя, ну, как бы, очень вполне хорошо, адекватно, и даже и не скажешь. Вот я была очень приятно удивлена. Конечно же, все мы понимаем, что до этого мы проходили дистанционное лечение с Давидом по скайпу. И уже у нас началось, ну, как бы, улучшение, стало меняться поведение. Вот. Перелет ребенок перенес нормально, все было хорошо. У меня был такой, как бы, внутренний запрос, чтобы все в дороге сложилось хорошо. Вот. Спасибо, Давид. Как всегда. Ну, и что? Мы начали лечение, и нас встретили, встретила хозяйка, Йосефа. Вот. Такое приятное знакомство. И что? Ну, и началось лечение, диагностика. Вот. Благодаря Йосефе ее добрым рукам, знаниям, умениям были поставлены, то есть, диагностика. Я могу смело сказать, что это стопроцентная диагностика. Почему? Потому что вот такие вот моменты, я как бы ничего не говорила и не проговаривала ей и другим специалистам центра. и вот диагностика, вот точное стопроцентное знание и попадание в цель. Вот. И как бы после уже второго дня ребенок стал меняться в поведении. Прекратились у нас истерики и социализация, или как это сказать, ну, как бы на людях, да, поведение, ну, как бы нормальное. И таким вот естественным образом ребенок идет, все рассматривает за руку абсолютно адекватно. Вот. Это было наше первое, как бы такое чудесное преображение, да. Вот. И что еще? Истерики прекратились, поведение. Ребенок чувствует уже себя спокойно. Ну, вот. И меня, конечно, как маму это очень порадовало. И с каждым днем лучше и лучше и лучше становилось. Раньше у нас ребенок, когда просыпался, он почему-то, ну, постоянно он кричал перед сном и после, как он просыпается. Вот такие вот истерики, крики. Ну, как-то так. И ночью, и среди ночи. Родители меня поймут и наверняка все знают. Вот. то после лечения, уже на второй день, у нас ребенок стал спать хорошо, перестали вот эти вот крики, прекратились. И вот по сегодняшний день это так. Да. Ну, у ребенка появилась как бы договоренность. И, как я понимаю, он стал как бы еще лучше, прям вот понимает речь и с ним можно договориться. то есть если там раньше это не послушание, там протесты, крики, то сейчас уже как бы с ребенком можно договориться. Вот. Практически обо всем. Ну, то есть на запреты и там какие-то моменты ребенок адекватно хорошо реагирует. Вот. Насчет понимания речи. Ну, как бы, как это сказать, по ситуации это вот сто процентов. Конечно, сложные еще какие-то как бы предложения в речи. Еще ребенок, ну, как бы так, трудно ему наверняка. Ну, трудно. А по ситуации это как бы, ну, это намного проще, легче вот так вот контактировать с малышом, когда ребенок тебя уже, ну, как бы, понимает и умеет договариваться. насчет самообслуживания. Ну, что я могу сказать? Раньше у Давида у нас оно было слабое, такое все нужно было помогать, его руками передвигать, учить. То сейчас как бы как-то так естественно, кстати говоря, я уже и немножко и подзабыла этот момент. Вот сейчас себе напоминаю. А то сейчас ему скажешь, и он делает. Вот, например, иди умывайся. Ребенок сам открывает воду, очистит зубы. Кстати, чистит зубы. Ну, раньше как-то так это все было раз на раз не приходилось. А сейчас он как бы чистит зубки сам, умеет сплевывать пасту, кстати, раньше он ее кушал, глотал. А сейчас вот как бы он сплевывает и научился полоскать рот. Вот, как бы это еще такой момент. Потом, ну, как бы санитарно-гигиенический, да, или как вот, вот когда он идет в туалет, и как бы, ну, во-первых, он сам идет без напоминаний. Он как бы сам себя, я извиняюсь за подробности, он ставит круг для детей, садится, и когда все он свои дела сделал, он берет бумагу и пытается сам себя, ну, как бы, обслужить. Дальше бежит, моет руки, как бы все, с чему я учу, одним словом, как бы он все это понимает и старается это сделать. Да, еще не все у нас получается, но тем не менее, я вижу, что у ребенка, ну, как бы, всему можно научить. Не как бы, а всему можно научить. Вот так. Что еще такого? Иногда сам проявляет инициативу и может сам, как бы, собираться в садик, одеться и ждать, стоять, ну, как бы, вот так. Это такое очень сильное для нас, как чудо, удивление, как бы, чудо чудесное. Вот так вот. Вот такие вот дела. Насчет мультфильмов. Значит, раньше он, у него такое было сложное поведение, и он всегда требовал телефон. Мой телефон. И там находил канал YouTube. И вот давай переключать одно и то же свои мультфильмы про геометрические фигуры, цвета, на английском языке. Понимает, не понимает, неизвестно. И один и тот же кадр, музыка, в общем, заезженный момент. Сейчас вот телефон он совсем не просит вообще. Как бы, ну, то есть нет вот этого стереотипного, стимулирующего момента, да. Он, ему включаешь мультфильмы, если на телевизоре или в компьютере, он смотрит их до конца и слушает содержание. Вот. Это очень такое хорошее улучшение. Значит, насчет еды и всего такого прочего, стал, что он стал кушать, ну, как-то немножко больше расширился рацион. И самое приятное, это то, что он стал пить воду и просит ее. Если раньше, как бы, все мы знаем, что дети с аутизмом не все пьют воду и некоторые вообще ее не пьют. Вот это был наш случай. Сейчас ребенок просит и, кстати, говорит пить. Пить. Вот, насчет речи сейчас чуть-чуть потом дальше скажу. Вот, говорит пить и когда я ему даю, например, чай, он говорит нет и, ну, как бы, просит пить на воду, показывает на кран. Вот так вот. Кстати, насчет да и нет у нас до Давида, до знакомства вообще не было этого понимания. Он на все махал головой, да, или же там нет, как-нибудь, лишь бы как-то ответить нам на наш вопрос. То, после уже дистанционных сеансов ребенок стал четко понимать, что да, а что нет. Вот, как бы, это уже дистанционно у нас такое было улучшение. Вот так вот. Лекарства, витамины пьет нормально, когда говоришь ему «давай выпьем витамины», то ребенок их пьет сам из вот такого мерного стаканчика, как бы, это не через какие-то там шприцы и трубочки там вспомогательные, это как бы все осознанно, ну, так как бы, через вот такие, ну, как бы, вот такой момент. недавно мы сдавали с ним кровь на все витамины, паразиты и так далее, и тому подобное. Мы пришли в лабораторию, там была очень большая очередь, скопление людей. Я, как мама, конечно же, волновалась, думала, как он себя будет вести, когда очень, как бы, замкнутое пространство, все мы это знаем. Ну, на наше удивление, ребенок спокойно подождал и сдал анализы, как, ну, как все дети. Немного там боялся, но этого не было, никаких истерик, выгибаний. Кстати, там раньше он мог лечь на пол, но все мы это понимаем и знаем, как это происходит у них. У нас ребенок все сдал, нормально, все ушел, и как бы, все было хорошо. И вообще, в последнее время у нас многие, мне кажется, даже не замечают, того, что у нас ребенок как-то себя чувствует по-другому, чем обычные дети. Только когда уже с ним начинаешь общаться, тогда уже, ну, понятно, что ребенок не говорит. Вот, насчет, кстати, сна. Мы, когда приехали после Израиля, значит, у нас ребенок стал спать сам в своей комнате, в своей кровати. Раньше как-то у нас этого не получалось его уговорить. Он спал с родителями, как-то так, это уже неправильно, ребенку 5 лет, и после нашей поездки и советы, Юсефы, Юсефа, кстати, очень дает дельные советы, и рекомендую, наверное, как-то так иногда брать советы. и в этом случае нам Юсефа посоветовала поговорить с ним как со взрослым, объяснить ему, что он уже взрослый, что он личность, и все рано или поздно спят отдельно в своей комнате, вот, и дверь не закрывая, а вот приоткрытую оставить, чтобы ребенок понимал, что его не отстранили от себя, а просто вот так вот положено, так надо. Что вы думаете? Себенок все наверняка, ну как, не наверняка, а он все понял, и вот по сегодняшний день он спит сам. Вот так. Раньше, раньше он просыпался обязательно среди ночи и кричал, и там возмущался, и мы как родители сами были непролеченные, да, скажем так, и мы его и ругали, и не знали, как с ним справляться, и в общем, это был от кромешной, это все меня, наверное, понимают сейчас, то сейчас очень редко, даже если бывает, что он проснется, и он сказать не может, где все, он может там как-то, ну, как-то кричать, или каким-то, как-то по-своему нас звать, ну, как-то, ну, потом он понимает, что он, как бы, спит в своей кровати у себя дома, ну, это я так догадываюсь и понимаю, и он дальше засыпает, и уже спит до утра, утром просыпается, нет этих истерик, криков, вот, как я уже ранее сказала, он спокойно собирается в садик, пьет водичку натоща, как я прошу его, с витаминами, со всеми полезными моментами, и все, и он отправляется в садик, вот, кстати, насчет полезных всех моментов, витаминов, нас Давид с Юсефой снабдили полностью, как бы, в подарок, и, вот, этими, всеми антипаразитарными средствами, мультивитаминами для детей, и не только для детей, но и для всех членов семьи, нас было, три взрослых человека, и двое деток, и всех-всех-всех, нас всех лечили, поэтому мы, как бы, обращаемся с одной проблемой, да, в наших семьях есть аутизм, но на самом деле, все кроется, намного, наверное, глубже, и больше, да, и поэтому Давид с Юсефой очень занимаются со всеми членами семьи, вот, теперь насчет, ну, как бы, теперь поездки, да, ну, я волнуюсь, я извиняюсь, конечно, может, как-то не связано немного, но хочется просто максимально все передать, чтобы было максимально ясно и понятно. Со мной, как с мамой, Давид очень, и Юсефа очень интенсивно занимались с моими эмоциональными моментами какими-то, и не побоюсь сказать откровенно с какими-то глубинными травмами, которые, наверное, идут из детства, за что я вам очень благодарна. Сейчас такой момент, я записываю машины, подходят люди, им, наверное, интересно, что происходит. вот так вот. И вот так вот.